Улица Королёва, дом 14. Жалобы на ТГК-14 от жителей в адрес муниципальной жилищной инспекции поступали ещё в марте этого года. Горожане жаловались на отсутствие горячей воды, а вернее, чтобы её дождаться, необходимо было пролить несколько кубометров. А счётчик тем временем наматывает не один куб. С тех пор ситуация не изменилась. Это постоянно. То есть летом ещё терпимо, как бы охота прохладно сполоснуться, а вот когда зимний период, и очень долго батареи тоже были прохладные. Главное, сверху тёплые, а внизу вообще холодные. То есть, чтобы помыться, надо конкретно пролить воду? Да, 15 минут. Я специально засекла. Замеры сотрудниками жилинспекции берутся как в доме, так и в элеваторном узле. Здесь, в квартире, на выходе прибор показал 31 градус, при норме 60. В подвале также был обнаружен недогрев воды. При необходимых тех же 60 прибор показал чуть более 40 градусов. Не лучше ситуации и в многоквартирном доме по улице Заиграевской. Здесь жители также вынуждены платить за холодную воду, как за горячую. В результате замеров по Заиграевской 29 в жилом помещении номер 3, температуру горячей воды показала начальная 27, после 3 минуты слива 36 градусов, что несоответственно 24 градуса. Показатели в точке водоразбора ниже нормы более чем на 10 градусов. Отмечу, что еще в сентябре этого года вступило в силу решение суда относительно действий ТГК-14. Согласно документам, ресурсоснабжающая организация должна была устранить все нарушения, а также произвести перерасчет. Мы рекомендуем жителям все-таки обратиться в управляющую организацию. Управляющая организация в течение суток обязана составить акт, созвать комиссию и установить данный факт. Второй экземпляр акта выдается потребителю для дальнейшего предъявления по перерасчету в ТГК-14. В случае бездействия уже управляющей компании, если управляющая компания созовет комиссию и, допустим, не выйдет там, не зафиксирует, уже только после этого обращаться в надзорные органы. Стоит отметить, что перерасчет могут получить жильцы только тех домов, от которых поступила жалоба в муниципальную жилищную инспекцию. Что же касается многоквартир, которые проверили сегодня, их в очередной раз проинспектируют 30 декабря. Батар Ломбаев, Сергей Медведев, Новости дня.